Неберджаевское водохранилище обмелело. С вертолета отлично видно. Воды в нем практически нет. Критическую ситуацию с источником, который давал треть необходимой Новороссийску воды, Александр Ткачев вместе с мэром города обсуждают, внимательно осматривая водохранилище. Причина – весной в горах выпало катастрофически мало дождей. Местные выпуски новостей в Новороссийске уже несколько дней начинаются с главного. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Здравствуйте! В связи с сильным снижением подачи питьевой воды населению на территории муниципального образования город Новороссийск, с 15 часов 23 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Воду в дома подают по графику. Дина Макарычева ежедневно встает ни свет ни заря. Иначе рассказывает про спишь воду. Ее дают в 6 утра и всего на 3 часа. Во-первых, начинает идти ржавая, то есть ее тоже не наберешь. А пока дойдет до 6 этажа, люди набирают маленький напор. С маленьким ребенком вообще тяжело. Ее же надо купать, потому что жарко, потниться начинается из-за этого. И все же Дине Макарычевой повезло. В их доме кипяток из крана идет круглосуточно. Все не так плохо, рассказывает губернатору. Вы причины знаете, почему это произошло? Домком, конечно, ходит. То, что у нас водохранилище по Новороссийскому просто пересохло. Такого не было тоже лет 20. Дождей нет, засуха. У нас так получилось. Степная часть края вся в дожде. А вот Приморская, особенно Новороссийск, Анапа, к сожалению, осадков внимания количества. И просто оно высохло, и все. А мы процентов 20 получали в Новороссийске с водохранилища. Не бежаевского. И поэтому, конечно, сегодня, когда этот запас ушел, поэтому такие трудности с водой. Вот я прилетел, чтобы посмотреть на самом деле ситуацию тоже изнутри. Как работают службы, какие у нас есть перспективы по воде. И чтобы помочь городу и, естественно, руководству города справиться с этой проблемой. Режим ЧС в городе действует уже третий день. На каждом подъезде дома график подачи воды. Живительная влага в квартирах появляется всего на 6 часов в сутки. В жару во дворе разговоры только о воде. Надо решать проблему. Потому что мы будем зависеть постоянно от водохранилища, зависеть мы будем от каких-то других катаклизмов природы. И мы привлечем средства и кредитных ресурсов, и краевого бюджета. Но это порядка миллиарда рублей. Для того, чтобы полностью, дополнительно построить скважины. Таких перебоев с водой в городе-герое не было последние 10 лет. В начале 2000-х власти края города уже предпринимали беспрецедентные меры, чтобы вода в домах новороссийцев была постоянно. Решите вопрос с водой, это будет великолепно. У меня просьба потерпите. 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 Мы с вами, мы знаем об этой проблеме, разбираемся и потратим деньги, силы для того, чтобы все решить. Совещание в городской администрации – почти военный совет. Губернатору оперативно докладывают о ситуации. На сегодня введен режим ограничения подачи воды. И вода подается с 6-7 до 9 утра и вечером с 18 до 21-22 часов. Для подвоза воды там, где отсутствует вода вообще, значит, у нас занято сегодня до 20 автомобилей. Решить проблему пытались за счет Троицкого водовода. Подачу воды увеличили в несколько раз, но изношенные трубы не выдерживают такого напора. Аварийные бригады на порывах работают в две смены. Потери в старых сетях города достигают 70%. Чтобы подавать воду хотя бы 6 часов в сутки, Новороссийску требуется как минимум 106 тысяч кубометров. Уже решили поделиться своей водой поселки Саукдере, Нижнебаканский и курорт Геленджик. Предприятия тоже начали экономить. Особо, Александр Николаевич, хотел отметить гражданскую позицию наших промышленных предприятий, крупных таких как Транснефть, Порт, Цементный завод, которые сократили свои объемы потребления воды в промышленных целях в пользу жителей города Новороссийска. Самая тяжелая ситуация в восточном районе города. Жители многоэтажек на Мефодиевской улице и Пожарского подвозят воду автоцистернами. Выслушав доводы и мнение всех, Ткачев резюмирует. Цена вопроса 1 миллиард рублей. Деньги огромные для края, но несмотря ни на что, уже в этом году регион их выделит. Уже с этого дня мы начинаем серьезную, крупномасштабную работу по реконструкции. Вот эти 12 километров, так, самая запущенная, в общем-то, сеть сети водовода Троицкого. И, конечно, мы занимаемся серьезной реконструкцией городских сетей. То есть исключим те потери, которые до 70% здесь, внутри города. И, конечно, параллельно и строительство новых скважин, и капитальный ремонт, и реконструкция существующих. Тем самым увеличим объемы воды. Вот таким образом, если мы идем и тратим этот миллиард рублей по этим трем направлениям, значит, уверен, в июне месяце будущего года мы, ну, на 90%, даже, может быть, больше обеспечим водой круглосуточно Новороссийск. Помимо реконструкции и ремонтных работ, в Новороссийске в экстренном порядке начнут бурить 13 артезианских скважин, чтобы подача воды не зависела от капризов погоды.